В России с 13 января пенсионеры стали получать единовременную денежную выплату. Она составляет 5000 рублей. Процедура не требует дополнительных заявлений. Доставка осуществляется на основании уже имеющихся документов. В деталях пенсионных выплат разбирался Игорь Хворостянов. Ежегодная индексация пенсий зависит от роста потребительских цен за предыдущие 12 месяцев. С февраля 2016 года удалось поднять размер выплат только на 4%. Остальное в правительстве Российской Федерации решили компенсировать единовременной выплатой. Она составляет 5000 рублей. Ее получают все пенсионеры Российской Федерации, постоянно проживающие на территории страны. Единственное обязательное условие в том, что статус пенсионера следовало получить до 31 декабря 2016 года. Выплаты начались с 13 января. Людям, которые по тем или иным причинам не смогут получить их до 28 января, деньги начислят вместе с февральской пенсией. Получатели пенсии через кредитные учреждения практически все ее уже получили. Мы произвели зачисление 11 января. Сейчас мы готовим дополнительные еще несколько десятков поручений на кредитные учреждения тем гражданам, которые получали пенсию по инвалидности. И в силу того, что срок инвалидности и стекли, они проходили переосвидетельствование. Мы сейчас восстанавливаем им пенсию. Естественно, они все получат тоже эту выплату. Выплату единовременную в размере 5000 рублей мы планируем завершить в январе до 26 числа. По графику доставки пенсии, пенсия у нас выплачивается по 22 число включительно ежемесячно. И почтовые отделения пошли на то, чтобы 25 и 26 января, вот эти два дня, наши граждане, кто в силу каких-то определенных обстоятельств находился на лечении, в отъезде, и не смог получить вот эту единовременную выплату 5000 рублей, они смогли бы прийти на почтовое отделение и спокойно получить эти деньги. В этом году немного поменялись сроки выплат. Раньше пенсию зачисляли 10 числа каждого месяца. Теперь деньги в банковских учреждениях будут выдавать с 11 по 13. При этом выплатной период в банках, согласно законодательству, не должен быть позднее 23 числа. Поэтому никаких задержек не предполагается. Также, как рассказала руководитель управления пенсионного фонда в Туапсинском районе Надежда Минчева, в этом году ожидается индексация пенсий. Значит, что мы предполагаем сделать? Проиндексировать страховые пенсии на 5,8% – это с 1 февраля. С 1 февраля на этот индекс предполагается поднятие ежемесячной денежной выплаты федеральных льготников. У нас их больше 5000 человек, районных получателей. С 1 апреля предполагается на 2,6% проиндексировать государственные социальные пенсии. Что это за пенсии? Это пенсии, которые выплачиваются без учета стажей заработка и назначаются в фиксированном размере. Как правило, это инвалиды с детства, это дети-инвалиды, это пенсии по случаю потери кормильца. И, к сожалению, родители в силу возраста не могли выработать требуемый стаж. И они получают государственные и социальные пенсии. Кроме того, повысился прожиточный минимум в Российской Федерации. Теперь он составляет 8478 рублей.